МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «До 12-я». Новости Республики на телеканале «Регион 12». В студии Виталий Рыжков. Работа ищет вас. На улицах города вскоре появится мобильный офис центра занятости. Уж замуж не втерпешь. Жители Мариел все чаще бронируют день свадьбы через интернет. Заявления в ЗАГС в такой форме уже подали около 60 пар. В борьбе с очередями сразу три здания в Йошкар-Оле нынче вернут в систему муниципального дошкольного образования, чтобы как можно больше малышей обеспечить путевками в детский сад. Работа ищет вас. В ближайшее время на улицах города можно будет увидеть мобильный офис центра занятости. Здесь каждый может получить информацию об имеющихся вакансиях на предприятиях и в организации города, о возможности профессионального обучения по направлению центра занятости, а также консультации по вопросам законодательства о занятости. В июле мобильный офис центра занятости будет выезжать на улицы по вторникам и четвергам. График вы видите на своих экранах. Всего же в июне в базе данных городского центра занятости имеется почти 1600 вакансий с зарплатами от минималки до 40-50 тысяч рублей. Наверное, обращаться к знакомым лучше. Через знакомых только можно хорошую работу сейчас. Сейчас такое время. Много способов знакомые. Что еще? Кто как находил? В основном знакомство, наверное. Где-то связи, что-то. Но молодежь ищет сама. За счет своих способностей. А кто в возрасте, уже там ближе к пенсии, там через знакомых. Наверное, так. Центр занятости, ление, потом поиск через интернет-ресурсы. Есть у центра занятости, ление, есть свой сайт. Можно через этот сайт найти себе вакансию спокойно. Я очень долго искала работу. И обратилась, значит, то есть обратилась к интернет-ресурсу. Центр занятости, ление. Вот. Нашла себе вакансию, подошла в центр занятости, ление, девушки, менеджеры мне все объяснили, дали телефоны работодателя, и я уже устроилась на работу. Можно по интернету вакансии свои, посмотреть вакансии. Ну, потому что, наверное, сейчас кому требуется, больше предлагают свои вакансии по интернету в газетах где-то. Интернет? Биржи труда, наверное. Знакомые. Почему? Потому что в интернете все есть. Ну, наверное, через знакомых. Мне так кажется. Но пробовал через центр занятости, давным-давно. Не понравилось. А через знакомых, ну, было более удачно. Можно сказать, интернет, потом газета, средства массовой информации. Ну, и самому как-то в поиске работ их просто по организациям, в общем, через знакомых, по радио, по телевидению. Ну, самое эффективное – это интернет, я думаю. Через знакомых, скорее всего. Почему так? Потому что уже рекомендация твердая идет через знакомых, нежели чем через интернет и через газеты. В газетах больше объявлений таких, что, ну, коммерческие. Приходишь, они тебе как бы обещают, идешь уже устраиваться на работу, но там безрезультатно. Ну, ноль результатов. И я считаю, что через знакомых только. Тем временем очередной рейтинг профессий, необходимых сегодня, как воздух, опубликовал департамент службы занятости населения МРИЭЛ. Анализ свободных рабочих мест и вакантных должностей госучреждений показал. Наибольшая потребность на рынке труда республики сейчас в грузчиках, поварах и водителях. На первом и втором месте, соответственно, медсестры и врачи. Их требуется почти 500 человек. Кстати, чтобы стать, например, прививочной медсестрой, недостаточно просто медицинского образования. Необходимо еще окончить курсы повышения квалификации и иметь специальное удостоверение. Маленькая Мариша на плановую прививку, как и большинство детей, приходит неохотно. Терпение, спокойствие и доброжелательность – именно эти качества медсестра из Каролинской детской поликлиники номер 4 Ольга Рыбакова считает главными в своей работе. Зачастую приходится успокаивать и утешать не только маленьких пациентов, но и их родителей. Четвертая детская поликлиника большая. Почти 10 тысяч детей стоят здесь на учете. Рано или поздно практически каждый из них попадает в прививочный кабинет. И для ребенка, и для его родителей важно найти нужные слова поддержки, либо развеять сомнения в необходимости процедуры. Приходится со всеми поговорить, объяснить, что сейчас в жизни всяких много очень инфекций. И объяснить приходится, что все-таки это надо. И все-таки детки идут в коллектив, когда всегда надо иметь защиту для своих детей. Я всегда тоже привила от всех инфекций. Все по плану. Наверное, с момента их появления прививки – болезненный вопрос не только для детей, но и для родителей. Необходимости вакцинации многие современные родители все еще сомневаются. Врачи отвечают на все вопросы однозначно. Делать прививки необходимо. Порой возникают вопросы. То ли делать, то ли не делать. Это неправильная позиция. Весь мир и вся Европа защищает своих детей с помощью профилактических прививок. С помощью вакцин мы защищаем детей от вирусов и микроб, которые очень опасны для организма. На введение вакцины у ребенка может быть местная реакция. И с повышением температуры может быть небольшая гиперемия. Но это обычная реакция организма, которая помогает организму выработать антитела против данных возбудителей. При встрече в будущем с данным возбудителем организм ребенка справится и не будет болеть. У медсестры Рыбаковой два сына. И вопрос, сделать ли им прививки, перед ней никогда не стоял. Это же Ольга старается объяснить и родителям. Мы с сыном с Артемом пришли на прививку. Это плановая прививка. Я считаю, что в этом ничего плохого нет. Это очень даже хорошо. В наше время дети немножко будут защищенными. Профессиональные умения вкупе с внимательным отношением к юным пациентам и их родителям недавно обеспечили Ольге Рыбаковой победу в городском конкурсе «Лучшая прививочная медсестра». Ее выступление было особо трогательным и запоминающимся. Признается, что очень волновалась, но помогла поддержка коллег. В коллективе к Ольге относятся с уважением и теплые отзывы. Лучшее тому подтверждение. Очень вежливо относятся к родителям и дают им правильные советы после проведения профпрививок. Выбрала, считаю, на профессию свою правильную. По данным городского центра занятости, в учреждениях здравоохранения столицы республики не хватает примерно 40 медсестер. Профессию не идут из-за высокой нагрузки и маленьких зарплат. За кадром говорят медики. А квалифицированная медсестра для любого врача – это больше, чем просто помощник. Это вторая пара рук, ног, глаз и ушей врача. Возможный вариант решения проблемы нехватки среднего медперсонала предложен недавно. В апреле в российском Минздрав соцразвития был подписан приказ, разрешающий работать в медучреждениях студентам медицинских вузов сразу после третьего курса. Как отмечают врачи, ничего нового в Минздраве не придумали. Те студенты, которые хотели работать, и так работали. Фактически, выполняя функции медсестер, числились санитарками. Теперь отношение к ним станет более справедливым. А проблема нехватки медсестер может быть решена очень просто. Достаточно поднять зарплату, и многие молодые медики, не работающие по специальности, сразу вспомнят о своих дипломах. По заверениям российских властей, уровень зарплат медработников должен существенно вырасти с 2013 года. Источник роста – 2% из средств системы обязательного медицинского страхования будет направлено на повышение зарплаты и на обеспечение лекарствами в учебных учреждениях. А маленькая Марина, придя на следующую прививку в поликлинику, обещала больше не бояться. Укол, как и говорила тетя в белом халате, оказался не больнее комариного укуса. Раз – и готово. Уж замуж не втерпешь. 60 пар подали заявление в ЗАГС через интернет. Напомню, такая услуга для жителей республики стала доступна в конце прошлого года. Подать заявку на регистрацию брака можно через единый портал государственных и муниципальных услуг. Нужно выбрать регион, услугу «Регистрация и заключение брака», затем наименование желаемого отдела ЗАГС. На сайте автоматически формируется и предлагается заявителю список свободных дат и времени. Жених и невеста пошагово заполняют форму подаваемой заявки. Если заявка принята, информация об этом придет в виде СМС или электронной почты. Как отмечают в ЗАГСе, вся процедура занимает не более 5-10 минут. Но пока же подавляющее большинство женихов и невест используют традиционный способ подачи заявления, приходя в ЗАГС. Всего с начала года в республике брачными узами скрепили свой союз более 1600 пар. Кстати, жениться-разводиться жители Мариел стали реже. Но уровень разводов по-прежнему остается очень высоким. Из каждых 100 браков распадаются 68. Зато нынче республика в демографическом плюсе. По данным статистики, с начала года число родившихся увеличилось почти на 14,5%. Число умерших сократилось на 9,4%. По итогам первого квартала число родившихся, хотя и немного, но превышает число умерших. А год назад в то же время баланс был иным. В Управлении социальной защиты населения и труда Ешкаралы ждут горожан, в чьих семьях трое детей. Для оформления документов о присвоении статуса многодетной семьи. С июля его получат все семьи республики, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних детей. Напомню, это решение было принято в конце прошлого года Госсобранием республики. До этого многодетными считались только семьи с четырьмя детьми. Теперь наличие трех детей в семье дает право на получение таких мер социальной поддержки, как бесплатное питание детей в школах и проезд до мест учебы и обратно бесплатное же обеспечение лекарственными средствами. 30-процентное возмещение расходов на оплату услуг ЖКХ и твердого топлива. Для получения удостоверения многодетной семьи одному из родителей необходимо после 1 июля обратиться с письменным заявлением в Управление социальной защиты населения и труда Ешкаралы. В столице Мариел в этом году появятся три новых детских сада. Если быть точнее, сразу три здания вернут систему муниципального дошкольного образования. В целом в этом году в Ешкарале будет открыто около трех тысяч мест в детских садах. Во-первых, за счет освобождающихся выпускниками. Во-вторых, как раз за счет вновь вводимых зданий детсадов. Подробности в следующем материале. Теперь уже бывшее здание ЖУК Центральное, что по адресу ЛАЗО-18, в этом году стало первым, куда пришли строители. Работы по превращению его в новый детский сад стартовали еще в начале июня. Деревянные окна меняли на пластиковые, сносили старые перегородки, потребовалась и замена инженерных коммуникаций. Уже в этом году здесь планируют разместить детский сад на семь групп, а точнее на 175 мест. Он восстанавливается уже с учетом всех современных требований санитарных правил и норм, и пожарной безопасности. Большая территория зеленая будет вокруг детского сада. Также будут восстанавливаться детские площадки. Я думаю, что открытие этого детского сада не заставит себя долго ждать. Сейчас на этом объекте работает около 20 человек. Уже в июле работы по реконструкции начнутся по другому адресу. Петрова, Триа. Это в Самбатхее. Это будет шестигрупповой детский сад на 150 мест. И еще в плане возврат четырех групп, уже функционирующий детский сад номер 19 Василек в 9 микрорайоне, эти помещения занимал Центр социальной помощи семье и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Здесь вопрос, когда начнутся там ремонтные работы, сказать сейчас не можем, потому что все зависит от того, как скоро им будет предоставлено новое помещение. Как сообщили в городском управлении образования, вероятнее всего, Центр социальной помощи семье и детям переедет в здание Ишкаролинского ЗАГСа. Сам ЗАГС в то же время переедет в новый дворец бракосочетания, строительство которого полным ходом идет в районе театрального моста. От подобной перестановки выиграть должны все. В первую очередь, конечно, родители и их дети. Те места, которые будут возвращены в этом году, это мы говорим о 425 в новых учреждениях, во вновь созданных учреждениях. И еще за счет внутренних резервов мы планируем дополнительно в этом году открыть 500 мест. Этого хватит для того, чтобы обеспечить очередь 2012 года и несколько, значит, обеспечить очередь 2013 года, но преимущественно детей тех, кому в этом году уже исполнилось 3 годика. Планируется, что комплектование вновь созданных детских садов начнется уже в сентябре этого года. Таким образом, очередь за путевками в Ишкароле, пусть, конечно, не так быстро, но все же сокращается. Следующий этап – строительство новых детских садов. В районах республики они уже появляются, причем чаще всего в тандеме со школами. И отнюдь не случайно. Это самая оптимальная форма для нашей демографической ситуации, потому что сейчас идет подъем рождаемости, и нам нужны детские сады. После 2016 года где-то будет небольшой спад, и нам понадобится увеличение количества школ, поэтому эта система должна быть гибкой. Кстати, совмещенный проект «Школа плюс детсад» возможно будет реализованный в Ишкароле. Полностью же проблема нехватки мест в детских дошкольных учреждениях должна исчезнуть через полтора-два года. Впрочем, с такими темпами возврата детских садов, как в последние два года, возможно, это получится гораздо быстрее. Месть знакомому, возможно, обернется тремя годами лишения свободы. На днях здание «Марбиофарм» по улице Карла Маркса было оцеплено. Люди из близлежащего дома эвакуированы. Их разместили в здании автовокзала. Причина всему – анонимный звонок с предупреждением о заложенном взрывном устройстве в здании предприятия. После оцепления место обследовали сотрудники кинологической службы и инженерно-технической группы ОМОН. После чего стало понятно – это чья-то злая шутка. Телефонную террористку долго искать не пришлось. Ее легко вычислили полицейские, определив номер телефона, с которого поступил звонок. Нарушительницей порядка стала 39-летняя Ёжка Ролинка, которая в этот вечер распивала спиртные напитки дома со своим сожителем. После домашней ссоры она позвонила знакомому, который как раз и работал на этом предприятии. Словесный конфликт привел к желанию женщины отомстить. Уже в отделении полиции она призналась, что раскаивается в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Летний отдых с пользой для ума. В Ёжкар-Оле нынче продолжит работу летняя школа марийского языка. Десятый год подряд в столицу республики приезжают иностранцы учить азы марийского. В основном это ученые и студенты из США, Польши и Австрии. Обучение длится три недели. Время учеников будет расписано буквально по минутам. В первой половине дня теоретические и практические курсы марийского языка, во второй – экскурсии по достопримечательностям города и республики. Идет переписка с иностранными гражданами. Эта работа идет в течение года совместно с Международным отделом Марийского государственного университета. Наши слушатели впервые в этом году приезжают. Они не были, они не знают языка и культуры. Это, в общем, скажем, Академия Сибири, города Хейсинки, Финляндии. У них как бы должен быть начинающий уровень. Но чтобы правильно определить, в начале этих курсов, в начале этой школы мы проводим тесты, тестирование. И затем мы уже определяем, кто где будет учиться. В группе для начинающих, для продолжающих или в группе для углубленного изучения языка и культуры. Поэтому эта программа, вот эта постановка вопроса, она серьезная. А в дальнейшем от этого будет зависеть, и в какой группе они будут обучаться, и какие знания они получат. Также на базе школы марийского языка пройдут и курсы финского языка. Слушатели на них исключительно студенты, обучающиеся в вузах страны на специальностях по финно-угроведению. Финансируются эти курсы Министерством образования Финляндии. А занятия проводят студенты этой страны. 25 участников представляют Утмуртию, Мордовию, Республику Коми, Пермский край и наши марийские студенты. Эти курсы необходимы, они повышают стимул студентов для изучения финского языка. После этих курсов обычно уже студенты выезжают на такие курсы в Финляндию. То есть это первая ступень. В Йошкарале появится памятник писателю, зафиксировавшему в своих произведениях присоединение марийского края к московскому государству, рождение царева города на Кокшаге и другие знаменательные страницы истории Мариэл. Конкурс на лучший художественный проект скульптурной композиции, состоящий из памятника Аркадию Крупникову и героям его произведений, выиграл творческий тандем марийских скульпторов Сергея Юндубаева и Анатолия Ширнина. Царев город своего да и ноготковым, князь Акпарс, актер и поэт Иван Короля. Многие его герои давно стали эталонными величинами, олицетворяющими собственную историю марийского края. Он и сам был, наверное, в чем-то олицетворением этого исторически сложившегося сожительства народов разной национальной принадлежности. Село Чкарина, оно нашло свое отражение в его произведениях, населяют и русские, и марийцы. Друг и коллега, историк Геннадий Айплатов рассказывает, что в частых московских командировках в 60-70-х столичные знакомые одолевали просьбами привезти что-нибудь из Крупникова. Восемь романов издавались в нашей республике в общей сложности 16 раз. Суммарный тираж книг почти вдвое больше населения Мариэл. 1 миллион 395 тысяч экземпляров. Нет ни одного дома, нет ни одной семьи, где бы не было бы произведения Аркадия Степановича. Автор настоящих бестселлеров марийской литературы Аркадий Крупников, чье 90-летие республика отметила два с половиной года назад, до сих пор остается единственным, кто адаптировал события давно минувших дней для максимально возможной аудитории. Его книги, пережившие 16 изданий, наверняка есть в каждой семье жителей Мариэл. И вот теперь с автором и героем его произведений читатели смогут встретиться на набережной Кокшаге, где разместится скульптурная композиция. Шагающий Крупников одет скульпторами в пальто и смысл этой детали одежды в композиционной полноте. Пластический, поскольку постамент большой и на нем будут расположены рельефы его произведений, связь фигуры, которая в пальто, связь с постаментом, она более органичная будет, потому что фигура становится тяжелее, значительной, но и его поступь более уверенная в пальто. Глубокие светотени будут. В общем, это как-то, ну и на наш взгляд, это интереснее будет. На барельефах, обрамляющих постамент, будут изображены сцены из ключевых произведений писателя. Это трилогия «Гусляры» и роман «Царев город». Памятник Аркадию Крупникову планируют установить к Дню Республики, отмечаемому 4 ноября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова